так добрый день всем добрый день подписчики добрый день люди которые случайно зашли данный канал кто еще не знает меня зовут артем вы на канале печки лавочки на данном канале мы занимаемся кладкой печей каминов комплексов барбекю ремонтами печей а также какие-то небольшие такие уроки и подаем для покладки печи поскольку просили рассказать о смесях которые мы работаем вот сегодня такой небольшой такой стеллажик сделали из того чем в принципе мы в большинстве случаев и работаем поэтому часто она по каждой смеси пройдемся отдельно расскажу какие там плюсы минусы недостатки вкратце но чтобы было более-менее понятно начнем наверно справа налево так это по часовой как положено первая смесь это наша белорусская смесь смесь нашего белорусского печника называется каско 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 что по этой смеси можно сказать первое что мне очень понравилось это пакет сама упаковка вот вот здесь не приковыряешься действительно хорошая упаковка плотная легко раскрывается легко высыпается мешки реально плотно используют потом под мусор по что просто вот прям на ура класс кладка на данную смесь тоже она в принципе неплохая шов можно выдерживать тонкий мажется хорошо кирпичу клеится хорошо адгезия неплохая все все что я могу по ней сказать как она в дальнейшем себя показывает во время работы во время эксплуатации печи я не могу потому что мы на эту смесь сделали только одну печь и только время лишь покажет как она вообще работает рвет не рвет держит на кирпичи хорошо не хорошо высыпается высыпается хотя по ходу все высыпается кроме на только мы не высыпаем дальше идет российская смесь она здесь двух экземпляров почему в двух час объясню первое эта смесь конкретно для кладки печей красного цвета глина красная на эту смесь возводятся печки именно вот дома в доме в любом крытом помещении на улице ее использовать никак нет потому что она по-любому вымоется дождем вымоется осадками не хорошо не неправильно именно поэтому данная компания сэп сделала вторую смесь которая уже идет для наружных работ вот на эту смесь можно выводить дымоходы на эту смесь можно делать комплексы на улице то бишь она уже не вымоется на не боится осадков она со швов не выкажется то лишь здесь уже добавление присадок может извести может цемента но она работает прямо на улице хорошо это сто процентов кладку на данную смесь именно для печи внутри дома можно производить даже уже если вы не можете держать тонкий шов пол сантиметра до сантиметра она выдержит именно поэтому если вы хреновенький каменщик не можете держать тонкий шов лучше брать вот эту смесь она красного цвета ее на толстый шов можно вести и вы не так много потратите денег потому что для примера вот эта смесь печной дом макаровых у них двух видов премиум и обычная она гораздо дороже чем это но на эту сто процентов можно вести тонким швом идеальная смесь прям классная 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 также у них есть марка именно премиум она еще лучше такая более маслянистая мелкие мелкие камушки добавлены в глину и кладка на нее просто наслаждение но она гораздо дороже чем все это представлено у этой смеси печного дома макаровых есть несколько видов черная красная вот черная мне очень нравится пигмент прям темный 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 краска добавлена хорошая поэтому порой для того чтобы что-то сэкономить допустим деньги того заказчика мы берем такую смесь сэм и смешиваем один к одному с горынычем ой с печным дома макаровых черного получается насыщенный темный цвет как бы и сэкономили и цвет шву придали здорово дальше идет смесь горыныч она у них тоже идет в нескольких видах нескольких экземпляров это красная это черная это серый кварц серый кварц обалденное мне нравится она вот здесь кстати помечено серый кварц черная и красная здесь два вида вот это красная вот это серый кварц на сером кварце получается темный темный красивый шов после расшивки вам прям блестит глина хорошая смесь классная адгезия обалденная не лопается не трещит ничего большую часть времени мы работаем именно с этой смесью вот она мне ну прям нравится за эту я могу точно сказать что она хорошая пускай может быть не идеальная но она хорошая на нее приятно вести кладку приятный цвет приятная консистенция прям все что надо для гладки есть в этой смеси что касается допустим шамотных смесей вы спрашивали расскажи тоже покажи объясни для гладки шамота ну здесь уже каждый выбирает по своему кошельку есть терракотовские сухие смеси а есть терракотовская мастика обалдеть есть допустим немецкая смесь вальцхобер дорогая тоже для шамота хорошо себя показывает есть мартель правильно черный там серый таких асфер растенок тоже на нее можно здесь уже все зависит от вашего кошелька увидели смесь магазин для для кладки шамотного кирпича можете использовать она уже для шамота в ней уже вкрапление шамотного кирпича есть поэтому любую на ваш кошелек мне нравится конкретно это терракотовская мастика да на нее трудно вести кладку первый ряд потому что первый ряд должен быть действительно прям идеален потом она притирается прям в миллиметровый шов чуть ли не в притирочку и вся кладка идет здорово но это только для шамота поэтому вот так вот вкратце из того чем мы работаем как мы работаем и для чего мы работаем уже прям советовать что покупать из всего этого я не могу и не имею права потому что каждый выбирает по своему кошельку каждый выбирает потому насколько у него кривая рука либо ровная можешь ты тонкий шов ложить не может на тонкий шов ложить каждый выбирает сам конкретно мы работаем в большей степени горыныч серый кварц если нет горыныча надо уже мешаем допустим покупаемся сэфом сэву закупаемся дома макаровым смешиваем тоже получается обалденно поэтому такой пускай будут короткий но я думаю уже понятливый ролик потому что каждый раз отвечать на одни и те же вопросы в комментариях на что зачем какой раствор ну не стоит а так вот есть один маленький ролик в котором все это будет объяснено еще к вам небольшая просьба есть я под этим видео закреплю ссылку на свой тикток для чего попрошу вас подписаться и переходить по этой ссылке потому что но в любом случае мы с ребятами планируем выезды украину дай бог что классу наладилось братья-славяне хватит хватит вам этого и этой войны этого безобразия у вас должны настать уже мирные времена и мы правда мы все этого очень очень желаем очень хотим потому что не должно быть такое в двадцать первом веке ну ладно будут ходить допустим мы собрались ехать в украину либо в литву латвию польшу записывать ролик для ютуба и рассказывать там что ребятушки вот я скорее всего там ехать это во первых долго во вторых мало кто просмотрит у кого-то не стоит колокольчик кто-то не увидит этого ролика и просто и все в тик токе в любом случае как только я выложу вашего ролик у вас по-любому загорится печки лавочки выложил новый ролик и все и там он будет кого-то ребята всем привет собираемся в польшу принимаем заказы все поляки быстро начинают писать мы созваниваемся списываемся и на этом как бы все довольны все рады и она быстро происходит по крайней мере вот наверное все о чем я в принципе хотел данном ролике сказать поэтому всем мира и добра мы начинаем на вот этом фундаменте делать двухэтажную управиться спойлер двухэтажную печку вот видите чем классность спойлеры вот для этого и нужен тик-ток потому что порой тик токи мы вылаживаем ролики того что делаем в данный момент и вам уже будет интересно вы уже будете знать чем мы сейчас занимаемся следовательно всем будет понятно стоит мне этот ролик смотреть либо не стоит вот чем плюс тик тока на этом всем мира и добра с вами был артём макс лёша печки лавочки импровизированная выставка смесей мы продолжаем тема